Всем привет! С вами Инкогнито Татьяна. Сегодня я буду пробовать рецепт. Вот такие красивые у нас шпажки получились. Это рецепт с канала Готовим вкусно. Я хочу его попробовать. Баклажаны я порезала на кружевочке. Теперь его посолю с двух сторон и оставлю минут на 20, пока не сделаю фарш. Я вчера в магазине купила мясо индейки. Сейчас я его прикручу через мясорубку. По рецепту написано, нужно 400 грамм фарша. У меня тут получилось около 800 грамм. Поэтому я сейчас половину отложу в мисочку. Теперь я поперчу. У меня смесь перцев. С такой вот мельничкой. И присолю. Еще по рецепту нужно добавить одно яйцо. И я еще добавлю чесночок. У меня здесь 3 зубчика. Я выдавлю через чесночницу. В рецепте чеснока нет. Поэтому я его добавила сама. Не знаю. Мне кажется, так будет тоже вкусно. Но смотрите, это на ваш вкус. Все. Теперь все перемешиваем. Перемешивать лучше, конечно, рукой. Фарш у меня уже готов. Не забудьте разогреть духовку до 200 градусов. Еще нам нужно будут вот такие вот шпажки, на которые мы будем все это дело нанизывать. Вот так у меня, ребята, получается. Я вам хочу сказать, что лучше сразу сделать такие маленькие котлетки, а потом их нанизывать. Потому что одновременно и нанизывать, и делать это неудобно. Сразу сделайте на дощечке такие маленькие котлетки, и потом сразу будете нанизывать. Ну, вот так, ребята, у меня получилось. Для эксперимента мне этого хватит, чтобы знать, готовить мне это блюдо. Или больше его не делать, а делать как-нибудь по-другому. Поэтому вот так. У меня здесь три моих экспериментальных штучки. И одна штучка оригинальная. Это вот синяя с фаршем, которая у меня посредине. Ну, еще у меня остался вот этот фарш. Пока я с ним ничего не буду делать. И спробую свой вариант, какой у меня получился. А потом буду решать. Теперь я свою сковородку ставлю в духовку. Духовка разогрета до температуры 200 градусов. Так сказано в рецепте. И ставится она на 25 минут. Ну, будем смотреть по готовности. В моей духовке блюдо простояло 35 минут. Мне кажется, что оно уже готово. Сейчас буду пробовать. Вот это вот получилось у меня то, что по рецепту. Рецепт с канала. Сейчас я его попробую. Ну, что вам, ребята, сказать. В общем, синенький у меня не доготовился. А вот с помидорчиком очень даже ничего. Какая моя ошибка, я не знаю. Но если я буду в следующий раз делать, то либо буду все выкладывать в сковородку и поливать каким-то соусом, чтобы оно приготовилось все вместе с синенькими. Либо просто на шпажках делать с помидором. Вот такой мой вердикт. Не знаю, пишите комментарии, правильно я сказала или неправильно. В чем моя ошибка. А всем пока-пока. Жду ваших советов.